Единственная в мире морская крепость, сохранившаяся в России с XIX века, должна стать ключевым туристическим объектом во Владивостоке, главной точкой притяжения для гостей со всего мира. Такое решение глава города Виталий Веркиенко озвучил на совместном с представителями общественности совещании по сохранению и развитию уникального фортификационного сооружения. Провели ряд встреч и приняли решение о снятии с торгов тех объектов крепости, которые не успели сдать в аренду, но даже те, которые сданы в аренду, вы знаете, что находятся в краткосрочной аренде. И у нас есть право вовлечь их в оборот в случае разработки такой комплексной стратегической программы развития Владивостокской крепости. Глава города подчеркнул, те, кто заинтересованы в развитии крепости, могут продолжить сотрудничество с администрацией Владивостока при условии выполнения стратегических пунктов программы по сохранению исторического наследия. На данный момент в стадии разработки новые формы федеральной поддержки знаковых объектов, такие как инфраструктурная ипотека. Помочь в этом готов Центр стратегических разработок России. При этом ЦСР готов помочь нам упаковать полностью документы в тот вид, при котором будет доступно федеральное финансирование с одной стороны. С другой стороны, в этой упаковке мы сможем вложить вместе с вами те задачи, которые мы видим первостепенными в реализации этого проекта. Большая часть финансирования потребуется для обеспечения транспортной доступности объектов Владивостокской крепости, прокладки дорог, подъездных путей, строительства парковок для туристских автобусов. Также прозвучали предложения создать музей военной истории, центры патриотического воспитания, исторический парк. Для объединения их в полноценную программу предполагается создание единого оператора. Я уверен, что этот объект будет не хуже, чем в других странах, потому что для нас Владивостокская крепость – это не только слово, которое коренным образом нас объединяет в Владивосток, но это, еще раз говорю, память и история. Туризм для города, а не город для туристов – такой видит стратегию развития Владивостокской крепости и туристической отрасли в целом глава города. Виталий Веркиенко отметил, что эффект от эксплуатации крепости будет не менее значимым, чем инвестиции, вложенные в столицу Приморья перед саммитом АТЭС. Анна Бережная, Новости на Восьмом.